Мы на 29-й ступени Лествицы, ступени бесстрастия, ступени, с которой уже виден Бог. Это открывает автор Лествицы, святой Иоанн Лествичник. Оно и совершенное познание Бога, какое мы можем иметь после ангелов. Когда-то здесь была огромная цивилизация. Содом, Гамора, города страстные. Во всех городах здесь кипели страсти, а сейчас безжизненная пустыня мёртвая и море мёртвое. Это и есть без страсти? Нет, это и есть смерть. Это смерть. Там, где нет жизни, это не бесстрастие. Это или кладбище, или мёртвое море, или выжженная пустыня. А бесстрастие там, где есть жизнь. Вот это самый интересный момент, что бесстрастие может быть только там, где жизнь кипит. Где жизнь бьёт просто через край. Как же говорят, страсти кипят, где жизнь, где люди, где чувства, там страсти. А вы говорите, бесстрастие там, где жизнь. Жизнь, она бывает разная. Она бывает, жизнь в страстях, а бывает жизнь в Боге. Настоящая жизнь там, где нет страсти. Когда мы только тронулись в этот путь, вторую ступенью от начала была ступень беспристрастия. Вторая ступень от конца – это ступень бесстрастия. Созвучные слова, но разные смыслы. Между ними огромный путь. Беспристрастие учило нас вначале отложить все земные попечения. А бесстрастие сам Иоанн Лесточник называет уже земным небом. Воскресением души прежде общего воскресения. 29-я ступень. Мы почти уже дошли. Так высоко ставит Лесточник к бесстрастии. Дальше невозможно двигаться, если страсти будут нас обуревать. Вот дальше мы не сможем переступить еще на одну ступень, если нас захватит волнение сердца о чем-либо мирском, жалость о чем-либо мирском, забота о чем-либо мирском. Если это мы в себе не обнаружим и не живем это из себя, нам трудно будет дальше идти по лестницам. Преподобный Иоанн. Игумен Синайской горы. Лествица. 29-я ступень. О богоподражательном бесстрастии и совершенстве. Он говорит, поразительно. В самом начале этой ступени бесстрастие есть не что иное, как сердечное небо ума, которое все коварства бесов считают за детские игрушки. Сердечное небо ума, которому уже ничего не страшно. Что это такое сердечное небо ума? Видно это там, когда ум уже парит в Боге. Там, где ум уже созерцает Бога во всем. Он смотрит на своего ближнего и видит образ и подобие Божие. Он смотрит на цветок и видит заботливую руку Христа, который этот цветок создавал в начале мира. Он смотрит, казалось бы, на такой лунный пейзаж, который вот здесь мы видим, и понимает, что и вот в этой безжизненной пустыне, как только пойдет дождик, значит, она оживет. Мы видим вот такую тропиночку, которая, когда будет здесь влага, когда будет здесь Слово Божие, здесь оживут кустики, а в нашей душе расцветет любовь, радость, благодарность и жертвенность. Истинно бесстрастным называется и есть тот, кто тело свое сделал нетленным. Ум возвысил превыше всякой твари, все же чувства покорил уму, а душу свою представил лицу Господню, всегда простираясь к нему даже и выше своих сил. Мы видим очень редкие примеры непадательного состояния тех подвижников, о которых мы чаще всего читаем. Семь от листьев живет в каждом человеке. И непадательное состояние, состояние, в котором уже человек достиг такого уровня, что он не может грех творить, а не не творить его наоборот. Это, конечно, большая редкость. Но именно с нашей смертью прекращается действие греха, и тогда, когда человек искренне идет по пути христианской жизни, когда он искренне борется со страстями и пытается быть добродетелями, Господь недостающая восполнит. Тогда, когда он придет уже к нему в жизни будущего века. А все недостатки, они как некие остатки того, с чем человек не справился, они умрут вместе с его смертью. Человек, который умеет удивляться, он живет бесстрастно. Ему всегда хочется познавать что-то новое. Меня с детства как-то приучили к тому, что человек живет до тех пор, пока он задает вопросы, пока ему интересно жить. Но если ты задаешь вопросы, это не отсутствие страсти, это жажда познания, это жажда узнать что-либо новое, в общем-то, о окружающем мире. Бесстрастие – это неравнодушие. Братья, оставим попечение, ибо мы записались в число свободных от попечений. Поторапливает наследствующих уже в конце пути, напоминая, что и сам Господь призвал оставить попечение. И сказал ученикам своим, посему говорю вам, «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, и не для тела во что одеться. Душа больше пищи и тела одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кальми пачи вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Но и почищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойтесь, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню, приготовляйте себе вместилища невершающие, сокровища неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается, где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Это Древний Рим. Здесь все было сокровищем. А как можно отречься и не заботиться ни о комфорте, ни о красоте, ни о себе? Один из великих сказал, что если Бог будет у тебя на первом месте, все остальное будет на своем месте. Вот когда человек начинает больше думать о комфорте, заботиться о чем-то внешнем, иметь попечение, о своем имидже, то, естественно, он в этом во всем увязает. И у него уже совершенно не остается времени на тот сокровенный, очень важный внутренний мир, который он в первую очередь должен расти. Именно из этого внутреннего мира человек начинает быть человеком. Именно где-то там, в глубине, он начинает преображаться. Совсем недавно, уже в сотый раз, по телевизору показывает, как на забеге паралимпийцев бежало восемь детей, болеющих болезнью Дауна. И бежали там сто метров. И один из них упал и заплакал. Тогда все остановились, к нему подошли, подняли его и, обнявшись, пересекли линию финиша. Они совершенно не заботились о победе. Они совершенно не заботились о медалях, которые им всем вручили. Но их внутренний мир был настолько прекрасен, что медали получили все. Это уникальные такие люди, которые на высшую ступень ставят Бога. И все, что связано с ним. И медалью за такие приоритеты становятся поразительные откровения от Бога, которые освещают ум и исхищают, то есть освобождают его от вещественного. Достигший этого человек от жизни в теле, восхищением на небо, возносит к видению. Христос в этих словах ставит в пример птиц, которые тоже ни о чем не заботятся и так свободны. И в это самое мгновение вы видели, над нами пролетела птица. Чайка, закрыв крылами. Но здесь мы тоже должны обратить внимание, Бог заботится о птицах, но он не кладет им корм в гнезда. За этим кормом надо полетать, за этим кормом надо побегать. Пока к нам за кормом прилетят. Да, а иногда даже немножечко унизится. То есть о чем? Человек должен иметь попечение, но не должен выставлять это на какую-то высшую педестал почету. Ведь что происходит сейчас? Мы о чем сейчас видим? Родители говорят, мы должны обеспечить наших детей. Мы должны им дать возможность получить лучшее образование, для этого нужны деньги. Мы должны им дать хорошую одежду, они должны отличаться. И вот родители работают на двух, трех работах с утра до позднего вечера. Казалось бы, все нормально, они трудятся, они не бездельничают, они не сидят в гаджетах или где-то в соцсетях, а дети брошены. А детьми заняться некому. И все это идет прахом, когда ребенок вырастает, и это ему не нужно, он это не может оценить, потому что не было рядом того, кто ему нужен был в этот момент. Святой Иоанн Лесточник на этой ступени приводит пример тех святых, кто преуспел в бесстрастии. Причем он называет имена отцов практически своих современников, они умерли недавно и были для Иоанна и первых читателей Лесточницы примерно тем же, чем для нас являются святые новомученики и исповедники российские, близкими и вдохновляющими примерами. Бесстрастие показал египтянин, сказавший «Я уже не боюсь Господа». Это он о родоначальнике египетского монашества Антонии Великом. Бесстрастие показал и тот, кто молился, чтобы опять обратились на него страсти. Это о тихом святом преподобном Иоанне Колове, который показал в своей жизни пример невероятного послушания. В три года к ряду по благословению духовника он поливал умершее засохшее дерево, и на четвертый год оно расцвело пышной зеленью. Это дерево после так и прозвали древом послушания. Кто прежде будущий райской светлости удостоился такого бесстрастия, сирианин он и сей подвижник Божий взывал «Ослаби ми волны благодати твоя я». Это он про святого Ефрема Сирина, одного из образованнейших и одновременно скромнейших людей своего времени. Он подарил миру молитву, про которую святой Серафим Вырецкий сказал, что в ней все православие. Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй ми рабу твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зреть и моя прегрешение и не осуждать брата моего, як благословен ниси во веки веков аминь. При этом святой Ефрем бежал от мира и любого намека на земную славу. Искание Бога, искание Царствия Небесное, оно настраивает человека, он сначала пытается идти куда-то за моря, он пытается ехать в какие-то далекие монастыри, в какие-то паломничества, пытается услышать, что где-то там появился такой святой, которому надо посмотреть, прикоснуться, получить благословение. А Царствие Божие, как сказано в Священном Писании, внутрь нас есть, можно жить в этом мире и быть с Богом. Можно обладать несметными богатствами и быть святым человеком. Можно ничего не иметь и быть святым человеком и не заботиться о дне насущном. Царствие Божия, это тогда, когда мир воцаряется в твоем сердце, на твоем лице и в твоей жизни. Ты становишься миротворцем. Где бы ты не очутился, проистекает благодать и мир. А вот признак достигнутой чистоты. Предел чистоты состоит в том, чтобы ко всем иметь такое же чувство, как к предметам неодушевленным. Та душа имеет бесстрастие, которая приобрела такой же навык в добродетелях, какой страстный имеет в страстях. Навык это то, что становится нашей привычкой. Можно привыкнуть к добродетели и не замечать его, и тоже исполнять Евангелие. Когда Господь скажет нам придите, благословение отца моего наследуйте, войдите в Царствие Небесное, ибо я жаждал, и вы напоили меня, я был в темнице, вы посетили меня, и так далее. А человеку, который есть навык добродетели, скажет, а когда я это сделаю? Он скажет, если ты это сделал меньшему всему, ты сделал мне. Человек действительно, первый добрый шаг это подвиг, а если их много, это уже дорога. Так вот она связка, выходит, чтобы делать вот это все для других, и заботиться надо, самого ничего не связывало. В общем-то, да, и у тебя был навык доброделания. Кто кем побежден, тот тому и раб, говорит апостол. Пусть нас победит лучше добро, и мы будем рабы добра, и будем работать на это добро. Эта римская часовня святого Иоанна Богослова прозвана в Елее. Оттого, что тут по приказу императора Домициана любимый ученик Христа апостол Иоанн Богослов был ввергнут в котел с копящим маслом. Это была уже третья попытка казнить апостола. Сперва его травили ядом, выжил, после забивали, остался жив, его тостригли и бросили в котел. получилось, он не погиб от этой казни, его отправили потом уже на Патмос, на остров к ссылку. Его еще называют апостолом любви. Любви. А любовь это как антитеза страсти получается и синоним без страсти. Да, абсолютно правильно. Он как сильно проповедовал против мира, против любви к миру, против комфорта. Мир пытается его сварить, но не получается. Не может он его даже поглотить. Почему? Он полностью обожился. Он пропитался этой любовью и может говорить о этой любви ну, наверное, постоянно. Все его послания, Евангелия, откровения, это же то, что переполняло его сердце. Любовь. То есть Бог. И вот ему он единому служит. Это состояние описал и Лесточник. Кто сподобился быть всем устроении, тот еще во плоти имеет живущего в себе самого Бога, который руководит его во всех словах, делах и помышлениях. Посему таково через внутреннее просвещение познает волю Господню, как бы слышу некоторый глаз. Этот голос слышен и в словах о любви из послания Иоанна Богослова. Возлюбленные, то тьма проходит и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Не любите мира, не того, что в мире, то любит мир, в том нет любви очей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейской, не есть от Бога, отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Будто продолжая эти слова Иоанна Богослова, его тезка святой Иоанн Ленствичник описывает состояние достигшего этой 29 ступени. Бесстрастный есть тот, кто говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Ты говоришь, что это антитеза страсти. Да, ничего нечистого не может быть чистым. Что такое страсть? Это оковы. Оковы, которые сковывают полностью человека в его нынешнем состоянии. Как к чему-то ты привязался, все, ты не полетишь никуда. Ты можешь быть привязанным только... Кстати, вот традиционно в наш разговор животные присоединяются к нашему разговору. Кстати, это тоже может любовью, а может быть страстью, как к животным, да? Да, может быть любовью, может быть к страсти. у нас... Страстная привязанность. Да, да, да. Но тот, кто... Ни любви, ни страсти. Да, он защищает себя, он защищает своих хозяев, он молодец. Вот, и поизучав нас, он решил убежать. Но, на самом деле, привязаться можно к чему угодно. Можно плакать о животных, можно плакать, там, быть привязанным, как мы уже не раз говорили, к детям, к семье, к работе, да, к всему, чему угодно. К деньгам, быть серебролюбивым в полном смысле этого слова, любить серебро. Знаю такого человека, который любит серебряные вещи. вот привязан к нему. Вот он говорит, я серебролюбив в полном смысле этого слова. И все это позволяет человеку не видеть Бога. Я специально употребляю слово позволяет человеку не видеть Бога. Потому что видеть Бога, когда ты увидишь, сразу ответственность. Сразу что-то в твоей жизни надо сделать. В конце этой главы лестничник уже будто вводит нас на последнюю тридцатую ступень. Представляй себе, что без страсти есть небесная палата небесного царя. И здесь дают в руки ключи от двери в эту небесную палату. Многие обители, то есть монастыри, это селения внутри сего града, а стена горнего этого Иерусалима есть прощение согрешений. То есть если не случится этого прощения согрешений, то мы не станем до конца бесстрастными и не войдем в горний Иерусалим. Для этого надо просто понять, что Бог всегда на любой ступени очень близок к нам. Когда мы говорим, что слышим, допустим, где-нибудь в какой-нибудь программе, что открыли новую звезду, и все говорят, ву, как здорово. И все в это верят. Не проверить не могут, ничего не могут сделать. И сразу в это поверят. Потому что это совершенно никак не влияет на твою жизнь. Но когда говорят, что Бог здесь рядом, говорят, ну, стойте, подождите, не надо так буквально. Бог это что-то такое, вот. Почему? Потому что если Бог здесь и сейчас, тебе все придется пересмотреть. Тебе многое, что придется в жизни изменить. Да, тебе многое, от чего придется отказаться, и наоборот, многое, что придется принять. Но человек, который попробовал принять Бога, меняется все в жизни. Вот и лествичник торопит нас все изменить. Поспешим, братья, поспешим, чтобы получить вход в чертоги этой палаты, ибо кто прежде кончины не успеет войти туда, тот водворится в пустыне бесов и страстей. Потрудимся еще здесь избавиться от греховного долга, ибо в Агазе нет могущего исцелиться. Решение возможно только по любви. Это открывает сам Бог, говоря о евангельской блуднице. Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Любовь и страсть – две вечные противоположности. Их иногда путают, но подлинное бесстрастие наступает тогда, когда приходит любовь. А где эта черта проходит? Как различить? Я люблю или я страстно к чему-то привязан? В чем отличие? Как его понять? Вопрос крайне сложный. Но можно встретить следующее определение. Как провести границу между рассуждением и осуждением. Как осудить грех, но не осудить человека? Если ты любишь, и тебе жалко этого человека, который пьет, пьяница, то ты ненавидишь грех. Если ты начинаешь осуждать человека, то ты наоборот любишь грех. С любовь и страстью наверное то же самое. Если ты всем пользуешься как орудием и другим человеком? Да, другим человеком. Так оно и есть. Орудием достижения Бога. Мы что-то обожествляем ребенка. Он у нас вырастает капризным, ничего неумеющим и так далее. Из этого сразу все понятно. Как я должен с ней обходиться? Как я должен с ней иметь взаимоотношения? Или я так должен пользоваться детьми, чтобы я мог войти в Царствие Небесное? Одна из проблем русского языка в том, что мы любовью называем очень много всего. Любовь к маме, к родине, к Богу и так далее. Все это любовь. Любовь между мужчиной и женщиной тоже любовь. Причем она может быть самая разная, может быть чистая возвышенная любовь, а может быть низменная. Это тоже самое слово любовь. Но христианство, называет страстью. Она чувство, она страстью. Любовь чувственная есть страстью. В христианстве любовь это нечто иное, это действие. Очень приземленно, очень поверхностно можно выразить так. Есть у меня бабушка, а бабушка не мощная. Бабушка сама себя не обслуживает. У меня не вызывает это никаких радостных эмоций, но я это делаю. И не потому, что я жду от бабушки завещания, да нет, она мне все уже дала, что могла дать, или боюсь наказания, или боюсь общественного осуждения. Нет, я просто это делаю, потому что бабушку люблю. Это действие. Отдавать вся эта книга про то, как отдавать. Вот вы сейчас столько раз это слово употребили, пользоваться, что у меня пришла, кажется, такая формула сложилась, вот этого различия страсти, любви. Страсть это то, что я использую только для себя, это то, что направлено для меня, а любовь это то, что направлено на другого. Да, совершенно правильно. То есть пользоваться другим это уметь отдавать для другого всего себя. Но любовь это уже следующая тридцатая ступень Лествицы. На ступени любви по слову Лествичника мы встанем уже рядом с князьями и ангелами. Мы поднимаемся на вершину. Лествицы.